Добрый вечер! В эфире программа «Разговор по чесноку» и я, Марина Хакимова. Тема нашей сегодняшней программы проста, но в то же время безгранична. Как стать счастливым? Как найти себя, свое место в жизни? Как понять себя, удержать рядом свою половинку и радоваться каждому прожитому дню? Именно этому учат людей наши сегодняшние гости. Специалист по личному развитию, член профессиональной психотерапевтической лиги, коуч Анастасия Гельмонурова. Здравствуйте, Анастасия Владимировна. Слово коуч многим пока непонятно. Скажите, пожалуйста, что это такое? Коуч, коучинг. Слово коуч и коучинг пришло к нам из-за рубежа и пришло из спортивного тренерства. Изначально всегда была задача, как сделать так, чтобы человек стал как можно успешней. И это касалось не только спортивных соревнований, но и бизнеса. То есть бизнес всегда заинтересован в результатах. Ну и, в общем-то, каждый из нас тоже. И в какой-то момент появился синтез наук. Это было НЛП, это была психотерапия, это была психология. И появился синтез, и это стали называть коучингом. Коуч — это профессионал, который работает со своим клиентом или такой есть понятие как чемпион. В 2005 году мы пригласили Мерлина Аткинсон. Это президент Международного Риксоновского университета в Казань. И она провела здесь первый курс обучения. И мы выпустили первую группу коучей. Их было 96 человек. Это были первые ласточки. И я помню, как в 2008 году нам звонили и спрашивали, а что такое коучинг? Вы коучуком занимаетесь? То есть у людей вообще было очень размытое понятие, что такое коуч, коучинг. Сейчас интернет пестрит этим понятием. То есть достаточно знакомое, яркое понятие, привлекает внимание. И уже стало даже модным. Так вот, если говорить, кто такой коуч, это специалист, который работает вместе с вами, то есть он такой партнер, на то, чтобы вы достигли успеха. Это может быть личные ваши жизни, отношения, спорт, какие-то новые привычки. Или это может быть бизнес. Это может быть работа с вашей командой, с вашими какими-то компетенциями как управленца. Так что это сейчас такое, я бы сказала, новое направление в области работы с человеческими ресурсами и с человеком как таковым. То есть человек развивается, встает на какой-то новый уровень, на какую-то новую ступеньку жизненную. Но я знаю, что этим издревле, можно сказать, занимались и психотерапевты. Вот они тоже помогают человеку понять себя и так далее. В чем разница между коучем и психотерапевтом? Психологи и психотерапевты, они ищут причины. И к психологу или к психотерапевту клиент приходит и говорит, я хочу понять, почему. Почему со мной это происходит? Почему я... Почему от меня ушел муж? Да, почему от меня ушел муж? Почему я потеряла работу? Да, почему я потеряла работу? Почему от меня уж отвернулись друзья? Почему меня предают? Почему я теряю деньги? Почему я такой негармоничный? Почему у меня все из рук валится? То есть мы ищем причины. И это правда, их можно найти и поработать. Вот там другая задача в психологии, в психотерапии. Коуч – это специальность, коучинг, направленная на первое, вот большая разница, на будущее. То есть у нас все инструменты, которыми пользуется коуч, они все направлены на то, что у вас будет, а что вы хотите, а как вы бы хотели, чтобы это было. То есть это все направлено в будущее. Вот это большая разница. И плюс еще один большой важный момент. Коуч не дает никаких рекомендаций, никаких советов. То, что делает коуч, он задает вопросы. И это такие продвигающие, сильные вопросы, ради которых люди сотрудничают с коучами. Ну вот я на вашем сайте прочитала, что коуч сессии шаг за шагом выстраивают человеку его путь к мечте. Ну вот, насколько я знаю, очень сложно часто человеку бывает понять, о чем мечтать, да, что достойно именно того, чтобы я прожил всю жизнь, ради чего. Вот как понять, в чем смысл, да, вот этого пути моего, в чем мечта? Помогает ли коуч понять именно, насколько это действительно то, ради чего я проживу в будущий год-два, так скажем, да? Вот что такое именно мечта? Вообще, знаете, вот у нас много страхов в жизни. У нас есть один такой распространенный страх в России. Это страх быть успешным. А вдруг у меня получится, что я с этим буду делать? С учетом того, что через что мы прошли, как россияне, там, да, через раскулачивание, когда там люди были достаточно успешные, богатые, а потом в мгновение века просто лишались всего. И вот этот опыт страшный, он накладывает отпечаток. Соответственно, мы, раз боимся быть успешными, так, соответственно, мы боимся и мечтать тоже очень часто. Знаете, есть такое, кроме твоего хочу, еще и слово надо. Да, это... И это такое мощное убеждение там, да? И многие, например, мои ровесники, они прям выросли в этой парадигме мышления, когда людям говорили, знаете, вот ты можешь, конечно, там, хотеть... Помечтай, да. Да, но ты помечтай, но вот здесь вот она реальна, мечтать не вредно, видите, да? Говорили, да. Или хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих мечтах. Это такие очень мощные убеждения, и они здорово людей тормозят. Так вот коуч, во-первых, он помогает людям посмотреть, что на самом деле они хотят. И он работает как с сознательной частью человека, который, знаете, держит все под контролем, так и с бессознательным, который знает ответы на все вопросы, но она не умеет ничего контролировать. И вот, кстати, все инсайты, все открытия в нашей жизни как раз из бессознательной части. Вот коуч, то, что он умеет делать, своими вопросами, своими технологиями, техниками он распаковывает это бессознательное. То есть услышать свое бессознательное. Слышать свои внутренние ресурсы, найти их, и тут же пойти что-то сделать, применить. Сделать хотя бы маленький шаг к своей мечте. Знаете, вот когда мы мечтаем о чем-то великом, большом, мы порой останавливаемся на пороге и не идем никуда. То есть остановились и стоим, да. Да, мы мечтаем, но к цели мы не идем. Вот что делает коуч? Он снимает этот страх мечты, и он своим клиентам создает реальную картинку, которая для него интересная, актуальная, достижимая, и она становится как можно конкретнее. Мало того, коуч будет очень привержен в том, чтобы клиент, его чемпион, сделал первые маленькие шаги. Знаете, как говорят, кто такой бюрократ? Бюрократ тот, кто стоит на страхе, да, у него задача какая, сохранить систему, да, вот он ее охраняет, и у нас внутри у каждого есть такой бюрократ, он охраняет нашу систему. Ну, в принципе, мы же выживали, вот мне сейчас 43 года, я же как-то выживаю в этой планете Земля, там дети есть, семья, машина, квартира, там все замечательно, да. И вот этот бюрократ говорит, ну зачем тебе еще что-то надо, ну что ты хочешь, сиди уж, девочка, никуда не дергайся. И у каждого из нас есть такой внутренний бюрократ. Что делает коуч? Он, работая с человеком, позволяет ему увидеть, какие можно сделать маленькие шаги, чтобы они не испугали этого бюрократа, а позволили ему сказать, ну хорошо, давай, ну давай, вот первый маленький шаг давай сделаем, ну вот у нас получилось, а что дальше? И человек потихоньку-потихоньку начинает двигаться. Вот все начинается с первых маленьких шагов, как камушек бросили в воду и пошли круги, потом больше, больше и больше. То же самое и у нас. Любая наша цель становится достижима, как только мы начинаем делать наши маленькие первые шаги. Ну самое сложное, это всегда начать. Это самое сложное. Встать, подняться и сделать первый шаг, это действительно. Но вот я еще тоже, опять-таки, на вашем сайте прочитала, что есть лайф-коучинг, бизнес, команды, управленческий коучинг, да, и даже теневой коучинг. То есть это все-таки бизнес, да, круги? Это специализация определенная. В нашей профессии тоже есть специализация, как, например, есть психология родительских отношений, межличностных отношений, мужчины и женщины, или еще какие-то специализации. Мама, ребенок. Также, да, в коучинге тоже есть определенная специализация. Есть лайф-коучинг, который решает задачи обычного человека в конкретной жизни его. Есть бизнес-коучинг, который направлен, например, на команду, командные задачи решают. Как строить отношения с коллегами, с подчиненными, да, с руководством своим? Скорее всего, какую стратегию мы создадим и как мы будем по ней двигаться, и какие мы проекты можем реализовать как команда. И это такой, знаете, синергический эффект создается, когда коллективный разум начинает работать. То есть каждый из нас силен. Знаете, как говорят, тяжело управлять талантами. Мне кажется, даже иногда невозможно. Да, так вот как сделать так, чтобы эти таланты приносили благо бизнесу? Это возможно только с помощью коучингового подхода, потому что управлять талантами через командно-административные способы невозможно, это однозначно. То есть иди и сделай, как я сказала, они не будут работать с таким управляемцем. А как? А как быть? Коучинг чем интересен? Тем, что через вопросы, через определенные техники, определенные способы задавания вопросов, формулу задавания вопросов мы включаем ресурсы людей. То есть, ну вот я, например, знаю, да, скажем, общаясь со своей семьей, вот со своими крестницами, да, я общаюсь с девочками. Я знаю, что они из чувства, вот я не знаю, какого-то там подросткового противоречия и так далее, если я скажу, учись хорошо, там, иди выучи это стихотворение, они это принципиально не сделают. А как мне сделать так, чтобы она выучила стихотворение? Спросить ее, может быть, спросить ее, а почему, вот что бы ей было интересно в этом стихотворении, а как ты думаешь, почему тебе вообще его задали, это стихотворение, а что тебя в этом стихотворении заинтересовало? А если бы ты его выучила, к чему бы это могло вообще привести, как ты думаешь? То есть, такие, знаете, вопросы, которые раскрывают для человека возможности. Если ты хочешь стать успешной женщиной, у которой прекрасно развита память, мышление, интеллект, и ты интересна в обществе, как ты думаешь, выучив это стихотворение, могла бы ты в какой-то момент своей жизни просто сверкнуть, как бриллиант, если бы ты это сделала? Как ты думаешь? Это же ответ в вопросе. Конечно, и это такой диалог, ну, конечно же, есть закрытые вопросы, есть открытые, продвигающие, мощные, иногда просто поддерживающие вопросы, да, и это мастерство. И это, наверное, тоже мастерство руководителя, когда вот такая мотивация, не материальная, да, не деньги, не карьерный рост, а какое-то внутреннее, да, внутреннее развитие человека, который... Знаете, это партнерство. Когда я работаю в коллективе, где меня уважают, где меня ценят, где считаются с моими идеями, моими мыслями, где ценят вообще мое присутствие, это как раз сейчас такое, наверное, глубинная потребность. Сейчас поколение Y, это народ, который не мотивируется деньгами вообще. То есть, если вы с ними не выстроите отношение от сердца к сердцу, на доверие и на вот таком глубинном партнерстве, скорее всего, они уйдут от вас. Они, мало того, они еще, знаете как, они здесь вырастут, они возьмут максимально от вас все, что могут, потом, может, даже спасибо не сказать, развернутся и уйти в свою жизнь. Очень интересно. Я вот тоже так долго думала, но живя в Германии, например, я очень часто, работая в Германии, я очень часто слышала такой вот, я не знаю, это немецкий закон или это закон капитализма, держи дистанцию. Когда я, например, с моими, так скажем, клиентами в Германии, я работала в социальной сфере, слишком доверительно, как вы говорите, общалась, да, входила в доверие, у нас начинались уже какие-то такие полудружеские отношения. Мои коллеги, моя руководство всегда говорила, так близко держи дистанцию. Доверие, как бы, с одной стороны, но с другой стороны, все равно должна быть какая-то очередность, там, не знаю, какие-то уровни, да, вот здесь вот руководитель, здесь подчиненный. Или вот как это сохранить, как это, как эту границу не перейти, эту грань? Вы знаете, Марина, то, о чем вы говорите, на мой взгляд, да, это очень связано с идентификацией, то есть кто я, кто я в отношениях со своими клиентами, кто я в отношениях со своими друзьями. Вот у нас очень часто межличностные отношения запутаны с бизнес-процессом, да. Вот этот баланс, он, на самом деле, с одной стороны важен, но если посмотреть сейчас современный мир, вот сейчас в России ситуация такая, что денежные массы люди придерживают, потому что они не знают, как сложится ситуация в мире, да. Продавать, соответственно, нужно более агрессивно или более активно. И вот начинается такая активная продажа. И там нет от сердца к сердцу. И когда ты чувствуешь, что на тебя так здорово давят, и нет вот этого, да, контакта, ты думаешь, это мои деньги, зачем это я так вот как-то, не очень мне хорошо здесь. И люди уходят, разворачиваются, уходят. Поэтому, наверное, есть время и место, когда нам нужно выстраивать такие отношения доверительные, а может быть и немножко взять дистанцию. И, наверное, здесь нет однозначного ответа для меня, по крайней мере, вот о том, что вы говорите. Ну, у нас еще как-то, может быть, это опять-таки российская традиция такая, вот эта иерархия, да, вечная. Вот раньше был там крепостной крестьянин, да, и хозяин, барин. Вот сейчас это может быть, я не знаю, руководство и так далее. Те же самые, когда идешь на прием к чиновнику, почему-то как-то подсознательно чувствуешь, что ты идешь кому-то более, ну, как сказать, высокого ранга, да, вот что-то такое. Вот эта вот такая иерархичность мышления, наверное, это тоже большая проблема, да, и ошибка. Или это должно быть в отношениях между, так скажем, чиновниками и человеком, который идет на прием к чиновнику, или, скажем, руководителем, подчиненным. Или все должны быть на равных? Я не могу однозначно ответить, Марина, честно скажу, там, да. Каждый раз это, каждый раз это новые люди, каждый раз это новая ситуация. И каждый раз каждому из нас придется разбираться с этим индивидуально самому. Но то, что мне кажется имеет смысл, о чем всегда помнить, это о том, что важно уважать другого человека, уважить самого себя. Знаете, как вот важно, чтобы этот человек выиграл, и я выиграл. И важно уметь показать ему его выигрыш и мой выигрыш. То есть такие партнерские очень отношения, это не значит, что они могут быть даже на равных. У меня есть уважение и понимание вашей роли, у меня есть уважение и понимание своей роли в этой ситуации. И это как есть. Вот тоже, опять-таки, на вашем сайте, Анастасия Владимировна, прочитала, что существует также такая возможность освободиться от негативных эмоций с помощью коучинга. Как это сделать? Вообще, если говорить про эмоции, то сейчас очень такой тренд психологии, вообще в управленческих каких-то вещах, это управление эмоциональным интеллектом. То есть вообще эмоциональный интеллект. Что это такое? Что это такое? Вот смотрите, есть такое понятие классического интеллекта, который в свое время там американцы ввели, и они стали там все тестировать, весь народ тестировали, в армию там тестировали, после школы тестировали, в колледжах тестировали, на работу принимали, тестировали. И они гордились тем, что у меня высокий интеллект, этот коэффициент IQ там, да. Но что было выяснено в результате? Оказывается, люди с высоким уровнем классического интеллекта не всегда становились счастливыми и богатыми даже у людей. Даже говорят, как эта вот фраза знаменитая, да, меньше знаешь, крепче спишь, да, кто мудрым хочет быть, безумным будет, как сказал царь Соломон. Ну да. Чем больше знаний, да, тем многие знания, многие слезы, опять-таки, ветхий завет. Ну, если посмотреть на нашу с вами реальность, вот я выросла в обычной школе там, да, и я смотрю, вот, в принципе, троечники очень многие стали очень такими хорошими бизнесменами, замечательными управленцами, да, они, может быть, не умнее своих подчиненных, но зато они умеют выстраивать такие отношения, что эти люди умные, талантливые работают на них, да. Вот почему так происходит? А потому что вот они в школу приходили, они уроки не делали, знаете, и они смотрели, так, к этому могу подойти, он сегодня добрый, нормально, а к этому не, не стоит, что-то он не в духе. То есть здесь зависело не от знаний, не от интеллекта, а от какого-то чутья, да? От чувствования, вот это то, о чем мы говорим, от души к душе, да, сердце к сердцу. То есть когда мы чувствуем другого человека, мы умеем, во-первых, мы понимаем, что мы чувствуем, какие эмоции мы прямо сейчас проживаем. Соответственно, мы умеем управлять этими состояниями своими эмоциональными. То есть дальше я чувствую, что чувствуете вы, я принимаю, в каком эмоциональном состоянии вы находитесь. Соответственно, я могу управлять нашим контактом, атмосферой нашего контакта, это абсолютно точно возможно. И успешные люди именно так и делают. Вот они приходят иногда в ситуацию переговоров, и они видят, что сейчас не имеет смысл даже договариваться о чем-то. И это просто светская беседа, знаете, о детях, о цветах, о погоде, вот о чем-то таком, вроде бы ни о чем. Но через некоторое время наступает такой момент, когда люди, может быть, даже ничего не произойдет сегодня, но завтра они заключит такого. Но это как умная, мудрая жена знает, в какой момент правильно задать нужный вопрос, да? То есть судя по настроению, по ситуации, по сытости своего мужа. Эмоциональный интеллект, это да, это очень важно. Дело в том, что работа с эмоциями, это сейчас очень востребованная вообще штука. Дело в том, что как мы работаем с эмоциями? У нас все просто. Мы или себе запрещаем эмоции, ну то есть мы считаем, что неприлично себя так вести, мальчики не плачут, да? Там, или, ну как это я тут начну кричать, что про меня подумают, я же все-таки приличная женщина, да? Вот. И поэтому я так раз себя в руки беру. Или же мы начинаем эмоции замещать. Ну чем мы обычно замещаем эмоции? Ну, самый простой способ это покурить, чашка кофе, что-нибудь съесть. Ну, самые страшные вещи это как наркоманы, ну вот ребята, да, игроманы, ну и так далее. То есть такое замена происходит. Ну, а еще мы иногда, знаете, как это? А что, держать-то в себе? Как дал только, да? И вот всем весело, а мне полегчало. Наверное, видели, да, ситуацию, когда какая-нибудь бабушка в магазине устроит скандальчик там. И она выходит счастливая, спокойная, а весь магазин трясет. Совершенно верно. У нее щечки прозовели, спинка выпрямилась, она такая, знаете, прям ох. Ну, это такие энергетические вампиры. Они часто встречаются, наверное, в любом коллективе, да? Когда сами все сбросили, все негативные эмоции на других. Ну, это опять же о том, как мы управляем этими состояниями, как мы управляем взаимоотношениями с такими людьми, как мы умеем отстраниться и посмотреть спокойно на эту ситуацию. То есть вот уметь управлять, утилизировать правильно эмоции, уметь осознавать их, это тоже работа коуча. Вообще, если говорить про Академию Коучинга Ментор, вот про нашу компанию, потому что вы говорите сайт, вот мне бы хотелось, чтобы это прозвучало, да. Сайт Академии Коучинга Ментор, у нас там много информации, и работа с эмоциями – это большая тема. И это касается личностного развития даже больше людей. То есть тема личностного роста. Напоминаю нашим телезрителям и радиослушателям, что в эфире программа «Разговор по чесноку». Я Марина Хакимова, и сегодня мы говорим о том, как найти себя, понять себя, понять, что тебе нужно, как прийти шаг за шагом к своей мечте. Мы говорим с нашей гостьей. Это специалист по личностному развитию, член профессиональной психотерапевтической лиги, Коуч Анастасия Гальмонурова. Анастасия Владимировна, ну вот вы поговорили с вами о том, что такое коучинг в бизнесе, да, как строить отношения с коллегами, с конкурентными, с партнерами, немножко как строить отношения с друзьями, да, и так далее. Ну, чуть-чуть, да. Да, всем, конечно же, интересно, как строить отношения с противоположным полом. Я просто увидела огромное количество ваших интервью и ссылок на ваши тренинги. Вы очень много работаете именно с семьями, с проблемами женщин, с проблемами мужчин. Как найти свою половинку, как сохранить отношения, да, с этой половинкой, что достаточно непросто. Скажите, вот в чем к вам обращаются семьи, в чем основная проблема современных семей, так скажем, молодых семей? Почему так много разводов? Почему так многие расходятся на сегодняшний день? Мне кажется, это лично мое мнение, опять же, да, мне бы хотелось, чтобы все это понимали, что вот есть такое понятие, неоправданные ожидания вызывают страдания. У нас очень часто бывают просто неоправданные ожидания, завышенные ожидания. к своему партнеру, вообще отношению в браке, к мифу по поводу брака, да. И когда мы вот встречаемся с реальностью, мы вдруг говорим, как так? Я же совершенно о другом думал! Такого не может быть! У моей мамы и папы было по-другому, в фильмах по-другому. Я книжку читала, там совсем все по-другому. В сказках совсем иначе, да. А вы знаете, вот я читаю ВКонтакте, там все написано, как должно быть, да? А там все по-другому. А вот и твоя реальная жизнь. Вот этот вот мужчина, и вот эта вот женщина, вот они вдруг решили, что они будут вместе, и они создали семью, отношения. И вот этот момент, как пройти через этот, вот знаете, понимание, что были неоправданные ожидания. Что есть мечта и есть реальность. Есть человек, которого я себе выдумала, и есть реальный, живой, с кучей недостатков. Это, знаете, мне очень нравится фраза. Она говорит, вот что такое настоящий выбор? Это когда ты просыпаешься утром, а рядом на подушечке такой маленькая, худенькая и лысенькая, и ты его выбираешь. Вот выбираешь. Огромный выбор. И это каждый день выбор. Это каждый раз осознанный выбор. А для этого нужно быть в первую очередь личностью, то есть зрелой личностью, скажем так, или развивающейся личностью. Сейчас современный мир требует от нас постоянного развития. Если мы хотим отношения и счастья, это работа. Это такая же работа, как ходить к восьми утра и в шесть часов вечера возвращаться домой. Вот это точно такая же работа с отношениями. Просто люди думают, что если они полюбили, им сразу дано. Делать вообще больше ничего не надо. Ну да, есть такой стереотип, что любовь, она там лечит, разрушает все границы, что это такое чудо. И вот если любовь наступила, то уже все, живешь в сказке. Ну что я могу сказать, Марина? Я из тех женщин, которые два раза были замужем, то есть я вот второй раз, у меня второй брак, у меня четверо дочерей, и в первом браке я вот лично своими собственными руками разрушила этот брак. Вот я знаю, как разрушить, и я точно знаю, как создать. То есть в втором браке у меня официальных отношений уже 10 лет. И я абсолютно точно могу сказать, что были кризисы, и как мы через них проходили, через эти кризисы, а кризисы будут, а люди к ним не готовы, а люди отчаянно думают, что их не должно быть. Что должна быть гладкая дорожка, что никаких ямок и кочек быть не должно. Или если это кочки, то на чужой дорожке, не на нашей, понимаете? То есть, а как разбираться с кризисами, нас никто не научил. Я слышала, что кризис, вот эти вот конфликты, что касается между личностных, на мужчиной и женщиной, то это наоборот какая-то ступенька, если человек, который преодолел кризис, вот эта вот пара, они на какой-то новый качественный уровень вышли в их отношениях. Ну они или расстанутся, или будут вместе. Тут уже другого не дано. Но будут вместе как бы уже прочнее, надежнее. Ну в принципе да. Если это такой хороший прям кризис, да, они его как-то вот... Ну есть еще вариант, они какое-то время побултыхаются вместе, тихо ненавидя друг друга и уставая друг от друга отношений, находясь в них только потому, что у них якобы дети там или еще что-то. Но это саморазрушение, по сути, деструктивное поведение абсолютно. Ни к чему не приводящее. Это, ну на мой взгляд, это даже... Я не имею права оценивать, отношения-то или нет, но скорее всего они завершатся. Ну вот часто очень говорят, что я вот разговариваю с своими подругами, естественно, каждая переживает в какой-то определенный момент кризис и говорит, я живу со своим мужем ради детей, вот потому... Или потому что нет денег, чтобы разъехаться, там снимать квартиры, да. А как мы будем делить дачу? И я не хочу лишать детей отца и прочее, прочее, прочее. Вот как вы считаете, вот эти слова имеют право на существование? Да имеют все и всегда, на что хватает навыки, воображения, ради бога. То есть что бы вы посоветовали женщине, которая сказала, я во что бы то ни стала буду бороться за отношения с человеком, которого я уже давно не люблю, потому что просто вот дети, и они должны видеть папу рядом. Вот вопрос, я бы задала ей простой. А что вообще она хочет? Вот давай представим, что прошло пять лет твоей жизни, и твоя жизнь по-прежнему находится в состоянии борьбы с человеком, которого ты считаешь отцом своих детей, но которого ты ненавидишь. Время – это единственный ресурс, который восстановить мы не можем. Деньги мы еще можем восстановить, заработать еще что-то, здоровье поправить, и то не всегда. А вот время – это то, что утекает быстро. И прям ох! Когда я думаю о том, мне лет 15 было, что я думала про женщин 43 года, мне даже стыдно думать об этом сейчас. Так вот, через пять лет, что у тебя, если ты в таком же формате дальше будешь продолжать, насколько тебя это будет устраивать? От единички до десяти. Ну, часто ведь говорят, что я живу не для себя, я живу ради детей, ради, там, не знаю, светлого будущего или еще. Вот если говорят, да, я не хочу лишать детей отца, например. И поэтому я вот борюсь, там, пять лет. Я что могу сказать? Вот, в принципе, по большому счету, пока человек не разберется вообще, кто он, у нас внутренний конфликт на самом деле, да? Вот я хочу быть свободной женщиной, и я хочу быть замужем, и я хочу быть мамой. Вот эти все три роли, свободная женщина, жена и мать, они вот в таком, знаете, в некой борьбе друг с другом. Я хочу, чтобы меня уважал этот мужчина, и вообще ценил меня, и хочу, чтобы он был моим партнером. В отношениях мужчина всегда будет выше. Пока она это не примет, у нее будет бесконечная битва. Ну вот прям без всякого якого. То, что я для себя сейчас вижу в современном мире. Вот женщины, которые принимают, глубинно понимают, что мужчина, он выше. Хорошо не на 10 голов, но на голову, но он выше меня. Все, и я буду его слушать. Не важно вообще. Вот я выбрала все, потому что он мой муж. И рассказал муж, что муха самолет, значит, муха самолет. Как у меня друзья любят говорить. И это на самом деле внутренняя позиция. У меня есть подруга, которая очень хорошо зарабатывает. Но у мужа 19 соток земли. 15 засажены картошкой. Представляете, вот каждое весно она сажает эту картошку. Я говорю, Оля, ну зачем тебе эта картошка? Она говорит, ты знаешь, Тимофей сказал, надо сажать. Она эту картошку пойдет и купит, как нечего делать, понимаете? Но она выбрала этого мужчину. Она его жена. Она идет и сажает с ним эту картошку. Потом она не знает, куда ее деть, потому что ее много. Ее надо же еще в ВК. Да, ну понимаете, вот скажем так, у него внутреннее понимание, что он хозяин в доме. Ну что сейчас наш мужчина? Он что, пойдет сейчас войну кому-то устроит или там мамонта забьет? Он приносит столько денег, сколько он может сейчас на данный момент принести. Он должен понимать, что здесь с его мнением считаются. Наша женщина, выросшая там в Советском Союзе еще или там вот сейчас подросшие девчонки, они же все такие самодостаточные. Я сама пойду и заработаю. Я сама все могу. Да правда, все может. Ну правда. Иногда девочки зарабатывают больше, чем мальчики там, да? И думают они быстрее, это правда. И, скажем, более социально активные они, это правда. Ну, это правда. Ну и сильнее по некоторым вопросам. У них психика более сильная. Психика у нас уже еще более сильная. Это правда, да? Ну и что? Ну вот ты хочешь на связи своей правдой сидеть одна на стуле и быть такой вот замечательной со всей этой правотой? Или ты хочешь быть любимой, желанной, единственной в жизни своего мужчины? Ты вот выбери, другого не дано. И вот все. По большому счету. Я поняла. Нужно сделать вот этот вот выбор и, насколько я понимаю, мудрая, умная женщина с опытом, может быть, уже пройдя через много испытаний, к этому приходит. А что происходит вот с мужчиной в современном мире? Потому что, опять-таки, вот это вот равноправие, феминизм, когда мужчина себя не может никак проявить. Он не может ни мамы-то, как вы сказали, убить, ни на войну пойти победить, да? Прийти с мечом и с золотом, там как раньше, да? То есть нет этого уже принца на белом коне. Как он себя может вот в этом мире, в женском мире, в мире феминисток в том числе, да, хотя мы можем говорить, я не феминистка, но все равно женщины сейчас гораздо сильнее стали, чем, скажем, 50, даже 100 лет назад. Вот как его деформирует этот мир и какие у него способы выживания? Ну, во-первых, не забывайте, что его растет сильная женщина, там, сильная мама, да? И она требует подчинения и так далее, там. И мальчиков очень сильно тоже ломают. Вот. И, по большому счету, они потом приходят во взрослую жизнь, они не умеют любить. Многие. Если твоего мужа не научили любить, научишь ты. А как научить любить? Как научить любить? Заботиться. Что такое любовь? Это реальное действие, которое ты делаешь по отношению к другому человеку. Ты заботишься, проявляешь заботу. Научить мужчину заботиться. Так, чтобы он чувствовал свою силу или свою влиятельность. Если ты мудрая женщина, ты понимаешь, что он должен всегда понимать, что он отвечает за все в семье. Самый простой способ, когда ваши дети подходят к вам и говорят, мам, а мы куда поедем на выходные? Ты говоришь, не знаю. Идите папу спросите вообще. У нас эти вопросы папа решает. Мам, дай мне деньги на обед. Дети, все к папе, пожалуйста. Вот все туда. И таким образом, если вы хотите, чтобы мужчина рядом с вами, у него должна быть ответственность. Все в этом доме он решает все сам. Не надо ходить с соседями разбираться по поводу того, что вас затопили. Пусть идет муж разбирается. Не надо ходить с кем-то ругаться в школу. Пусть у вас идет муж ругается. Знаете, на родительских собраниях приходишь, там одни женщины сидят. Да. Почему? Потому что у них активная жизненная позиция. Ваш мужчина ходит ко всем к трем дочкам. Ну, не ко всем. Старший у нас уже своей жизнью живет самостоятельно. Но он ходит, да. Наш папа достаточно активный. У него просто... Ну, как-то так вот его жизнь заставила. В моем лице. Потому что вы все время говорите, сходи к папе, папа решает, папа несет ответственность. Знаете, я могу сказать такую вещь. У мужчины должен быть потенциал. Когда я выходила замуж за своего мужа, во-первых, он был моложе меня на 8 лет. И он по-прежнему моложе меня на 8 лет. И я уже была с двумя детьми. Ему в тот момент было 23 года. То есть взять замуж женщину, которая там совсем... В общем-то, у меня не было ни квартиры, ни машины. Так, чтобы я могла доказать, что я такая, знаете, выигрыш его в жизни. Ему повезло. Это было не из той категории. То есть у меня были дети, было два высших образования. И было направлено в жизни, профессия была. С этим все было в порядке. Ну и все. Остальное мы все делали вдвоем. Все, что сейчас создано на данный момент, наш бизнес семейный, все сделано вместе. И надо понимать, что у мужчин должен быть потенциал. Поэтому, опять же, да, то есть ты внутри чувствуешь, готова ли ты вкладываться в этого мужчину, в этого мужчину. Готова ли ты за ним пойти? Вот если он скажет, я открываю бизнес в другом городе, я уезжаю в другой город, вот ты за ним готова поехать в другой город и терпеть, что называется, какие-то моменты лишения, еще чего-то, готова ты его поддерживать? Вот задавай себе каждый раз такой вопрос. Это будет честно. Потому что обманывать... Или тебе просто хочется реализоваться самой как женщиной, самодостаточной, свободной, амбициозной. Вперед! То есть выбор между он, мы и я. Вот я слышала тоже, опять-таки, в Европе я у женщины на первом месте, на втором мы, на третьем он. У российских женщин до сих пор, так как они одеваются для мужчины, как-то, не знаю, держат себя в форме, это, опять-таки, на первом месте он, на втором месте мы, мы, на третьем месте я. Вот как все-таки правильно должно быть? Ой, не знаю я, как правильно. Вот дочери своих. Я вот смотрю на свою жизнь, да, я своим дочерям всегда говорю, дети, избавьтесь от иллюзий, в 18 лет вы все пойдете в свое свободное плавание, в жизнь, вперед, около маминой юбки сидеть никто не будет. То есть у нас такой принцип там, да, все из дома, называется, в свободную свою жизнь, и там вы будете решать, как вы будете идти по жизни. Я не могу их учить, потому что я знаю, что они сделают свои ошибки по-любому. Все, что я могу сделать в жизни своих дочерей, это своим личным примером показать, как это может быть. Когда мы говорим друг другу, что я тебя люблю, мы говорим это каждый день, и мы не стесняемся делать это при детях, мы обнимаем друг друга, мы вечерами иногда говорим старшим дочерям, посидите с маленькими, мы их уложили спать, мы садимся на машину, едем просто отдыхать по городу, мы заезжаем в Макдональдс, берем по чашке кофе, просто болтаем, ходим вдоль кабана, мы просто проводим время вдвоем. И они это видят, они это знают. Мало того, сейчас наш старший живет самостоятельно, 16-летняя дочь у меня, Милана говорит, может, вы куда-нибудь съездите вдвоем? То есть она нас так отпускает на прогулку, у нас свидание. И она видит вот такой стиль отношений, и им это нравится. И когда я спрашиваю своих детей, маленьких особенно, что вам нравится в папе, они говорят, то, что он тебя любит. Они это видят. Вот они это чувствуют, они это видят. Вот. И мне бы хотелось, чтобы они вот с этим ушли. Что женщина... Да, я мою посуду, как все нормальные женщины. Я стираю, я глажу, я делаю кучу дел там по дому. Все нормально с этим. Вот. При этом у меня бизнес, и все остальное в том числе. Да, вот я тоже в вашем интервью прочитала, немножко удивилась. Вы сказали, что, возможно, я не самая лучшая мама на свете, я не вожу моих детей по кружкам, не прохожу осмотры в поликлиниках, одеваю их не в самую модную одежду, у них немного игрушек. Очень многие мамы, да и пап, наверное, ну, однозначно уж, бабушки точно считают, что главное, это действительно ребенку дать образование, во что бы то ни стало, заставить его иногда ходить по этим кружкам, на тренировки. Огромное количество, сейчас, чуть ли не с трех лет, да, детей водят туда, сюда хор, кружок, кружок по фото, еще петь охота и так далее. И все-таки, что в первую очередь должны дать родители детям своим, вот если говорить о... Ощущение безопасности. В кружке, наверное, это не получишь. Вот смотрите, ребенок младше, он должен всегда чувствовать, что он защищен. То есть, через что это дается? Что мы всегда можем их защитить. Мы решаем все вопросы вовне. Мы их трогаем, мы их обнимаем. Вот у них есть такое понимание, что им тепло в нашем доме, да. Потому что накачивать интеллект ребенка нужно в определенном возрасте. Вот ранее... Я просто, у меня два высшепедагогических образования, я по одному дефектолог-логопед. Я как бы понимаю, какие процессы мышления срабатывают, в каком возрасте. Я понимаю прекрасно, что когда детей научают читать в три года, они в шесть лет уже ненавидят это чтение, понимаете? То есть, им уже вот оно все это где. Поэтому, по большому счету, когда ребенок в семье ощущает безопасность, он научается доверять жизни. Он научается доверять другим людям. Он умеет отставить свою точку зрения. Он учится коммуникации. Знаете, что самая большая проблема в современном мире, в школе, это выстраивание коммуникативных процессов у детей. Они прекрасно могут читать, считать и все остальное, а не умеют дружить, не умеют где-то повести за собой, а где-то подчиниться. То есть, у них вот коммуникация не построена. Они же сейчас современные дети тоже, знаете, что делать? Они делают вот так пальчиком. И поэтому научить вот таким вещам коммуницировать. Понятно. Спасибо огромное. Наше время уже, к сожалению, подходит к концу. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был специалист по личностному развитию, член профессиональной психотерапевтической лиги, коуч Анастасия Гельмонурова. Спасибо огромное, Анастасия Владимировна, за интересную беседу. И я надеюсь, что нашим телезрителям и нашим радиослушателям мы немножко помогли продвинуться шаг за шагом к своей мечте. А с вами была Марина Хакимова, я и «Разговор по чесноку». Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин